Меня зовут Максим Кашулинский, я генеральный директор сайта slon.ru и я рад приветствовать вас на очередной встрече нашего закрытого клуба, который называется Академия наук. Идея этого клуба очень простая. Мы собираем наших партнеров, друзей, единомышленников для того, чтобы поговорить не о бизнесе, а поговорить о чем-то более легком и более, может быть, даже интересном. По крайней мере, на те темы, которые помогут отвлечься от текущей суеты и от, собственно, бизнеса. Сегодня мы хотели поговорить о красоте. Красоте, наверное, не в бытовом смысле, а о красоте и о прекрасном, как о, возможно, философских категориях. Это действительно очень глубокие философские категории, иначе бы люди с античности еще не пытались их определить и понять, что это такое. Красота и субъективна, и объективна, и представление о красоте меняется от века к веку. Но в то же время наша лекция сегодняшняя – это не лекция об истории искусства или лекция об истории эстетики. У нее более узкая тема. Мы поговорим о красоте с точки зрения одного из искусств, или, как сейчас говорят, медиа, с точки зрения фотографии. И рассказать о фотографии, о красоте мы попросили Ольгу Сфиблову. Ольга – основатель Московского дома фотографий, директор мультимедиа-арт-музея. Это такие официальные должности, но на самом деле Ольга – один из самых влиятельных людей на московском арт-рынке. И она постоянно разрывается между Венецией, Парижем, Москвой, другими арт-столицами. Так что нам повезло, что мы сегодня здесь ее видим. Но прежде чем передать слово Ольге Львовне, я хотел бы, во-первых, поблагодарить компанию Care Properties, которая помогла нам организовать это мероприятие. Эта компания строит в Москве замечательные дома. Я хотел бы дать слово представителю компании Александру Подускову, чтобы он сказал пару слов. Добрый день. Мы кратко хотим сказать про красоте архитектуры. То есть в Москве очень много очень интересной архитектуры, которая в последнее время сильно была утрачена. Но мы стараемся сейчас воссоздать… Ну, то есть мы этим занимаемся уже больше 10 лет. Мы берем старые здания, уникальные доходные дома, бывшие производственные корпуса, построенные в 19 веке, и делаем из них такие уникальные пространства – лофты, которые были… которые очень популярны за рубежом, в том же Манхэттене, в Париже, в Лондоне и в других странах. Один из примеров, который нас вдохновляет, например, Кадашевские палаты, наш проект – это уникальная архитектура Эриксона, здание 1905 года постройки, ведущая свою историю непосредственно с 1752 года, которую мы бережно сохраняем, воссоздаем и переоборудуем под уникальные лофт-апартаменты ручной работы. То есть вся прелесть – это в сводчатых потолках, высотой 4-4,5 метра, двухуровневых мансардах, двухуровневых этажах, цоколь плюс первый. То есть такое уникальное пространство в центре Москвы, на Третьяковке, рядом с Третьяковской галереей, прикоснувшись к которому, ты чувствуешь культурную модерн, неоклассицизм, неоготики, которая как раз и развивалась на переходе 19 века в 20-й. То есть в то время очень много строилось доходных домов, если на них посмотреть внимательно, то есть они все уникальной архитектурой, то есть просто взгляд отдыхает и чувствуешь совершенно другие ощущения по сравнению с существующими небоскребами, высотками, стекляшками, которые, конечно, имеют право жить, но в своем месте и в свое время и не портить уникальный центр города своей немножко другой архитектурой и другим присутствием. Санкт-Петербург, в принципе, добился того, что город практически не испортили. Москва, к сожалению, чуть-чуть больше пострадала, но сейчас у нас есть шанс все-таки восстановить хотя бы частично то, что было утрачено за последние 20 лет. Для этого нужно брать старые здания и бережно их восстанавливать и переделывать под свое непосредственное развитие. Наше мнение, что лофт, лофт-апартамент – это одно из лучших, что можно сделать в центре города без ущерба для его всей инфраструктуры. Спасибо. Я еще скажу пару слов о нашем регламенте. Он очень простой. Я попросил Ольгу выступить примерно на час, после чего у нас будет возможность еще минут 15-20 позадавать вопросы, а затем уже перейти к коктейлю. Ольга, вам слово. Спасибо. А на мнение? Раз, два, три. Инерционно работает. Спасибо, что вы пришли. Вы дали самое драгоценное – это время. И категории времени, и категории красоты, безусловно, имеют серьезные пересечения. И в этом году, то есть моя задача вот такого краткого, какого-то пробежного варианта того, что мы сегодня будем с вами смотреть и обсуждать, это попытка открыть вам изнутри, как вообще создаются большие международные бьеннали, фестивали, как в них устанавливается логика, которая, в общем, когда ты попал куда-то точно, она как-то не видна, как если ты видишь здание, например, да только с одного угла, и ты его не обошел. Потому что во всем все-таки есть трехмерность. Каждый год мы должны задать какую-то тему. Вот у нас сейчас идет бьеннали моды и стиль фотографии, она идет восьмой раз. Фото бьеннали имеет три темы. Фестиваль моды и стиль фотографии, он такой более гуляющий, плавающий, но тем не менее тематический топик ему надо всегда выбрать. Это, конечно, главная боль, потому что когда ты 17 лет делаешь больше 3500 выставок, то надо найти свежий материал, надо найти чего еще в Москве не было и найти какую-то связь и логику, над чем тебе самому интересно думать. И в этом году мы взяли тему красота, мифы и инспирация. Вот слово вдохновение, даже источники вдохновения я не люблю, как-то русский язык, это прекрасное слово немножечко затер, но понятно, что наши представления о красоте, они изменчивы. И даже в одном времени, в котором мы сегодня на календаре живем, мы живем все-таки в разные внутренние какие-то социальные времена. Вот мы сегодня говорим, ну вот это типичные шестидесятники, ну и мы понимаем, кто к ним относится. Вот как-то даже ничего не надо говорить, шестидесятники, и все ясно. Но это время уже уходит. Сегодня ко мне пришли представители телевидения с России, они делают теперь такую программу. Вот спрашивали меня, что такое колбасный сыр, например, или там новая заря. Потому что время уходит. Вот шестидесятники, они как-то уходят один за другим. Но мы уже говорим, а это вот восьмидесятники, это начало перестройки, это вот конец. И каждый из нас живет социально в разном времени. И наши представления эстетические, они тоже, в общем, разные. Надо сказать, что эстетическое представление – это чудо в том, что оно меняется. И наши представления о красоте, они меняются, и мы сами меняемся, идя за ними. И, в общем, искусство нас меняет, наверное, даже сильнее, чем мода, потому что ни один стилист не сделает из тебя девушку шестидесятых годов, да, и не представит тебя Твигги, так, как можно представить себя, если ты там насмотрелся шестидесятые годы, например, американский пуп-арт, тебя как-то вот совершенно по-другому ты себя несешь, и что-то в нас щелкает. Итак, красота, мифы, инспирация. В этом году две такие крупные зоны – это наш музей и это Манеж. Что я сделала в Манеже? Я в Манеже намазала хлеб страстным медом и поняла, что туда полетят мухи. И судя по тому, что очередь там стоит, мухи летят, даже я бы сказала, может быть, и пчелы летят, потому что все же не все мухи. Было понятно, что это просто вот красота в ее том выражении, в котором ее сегодня все понимают, и которая страшная убойная сила и просто сугестивное оружие массового уничтожения. И мы к ней сейчас пойдем. А у нас в музее я стала думать о том, что же кажется нам прекрасным с другой точки зрения. Мне кажется, что прекрасным, это вообще вопрос, который сегодня очень важный, это то, что сделано вот в модальности модернистского проекта. И мы сегодня все в мире и в России, и во всем мире, все сегодня мечутся. Это не только Владимир Владимирович ищет у нас днем с огнем в лесу национальную идею. Сегодня весь мир ищет. Все ищут утопию, потому что после того, как в 89-м году рухнула Берлинская стена, вот это замечательное свойство глядеть, что же там за стеной, когда ты видишь там или ангела, или дьявола, но как бы кажется, что там за горизонтом, по крайней мере, что-то другое. Как только в 89-м году она рухнула, стало понятно, что человеческая природа абсолютно одинаковая. На разных континентах, в разных странах, неважно Европа, Латинская Америка, даже Япония, которая от нас как бы может быть ритуально и культурно максимально далека. Вот как бы человеческая природа одинаковая. Это отлично выразил наш шестидесятник, наш замечательный Андрей Андреевич Вознесенский, который написал после своего первого визита в Америку, представьте себе, что такое визит в Америку в эти самые далекие шестидесятые годы, он написал замечательно, он сказал, «Побирать бы нам дураков вдвойне и в твоей стране, и в моей стране». Поэтому мир, который нас соблазнял тем, что мы не знаем, стал абсолютно транспаратен, глобален, и мы как бы потеряли смысл жизни. Если мы берем последние 25 лет, то это, конечно, время, когда нам все время упорно работают над нашим сознанием и подсознанием с точки зрения того, что мы должны постоянно быть нарциссами, себя ублажать, постоянно. Вот на эту тему прекрасно, по-моему, сделала трилогия группа ЕС плюс Ф. Я думаю, что многие, наверное, видели выставку в Манеже, по крайней мере. Мы у себя показывали аллегорию Сакра, они показали вот три части трилогии. Ад, который был первой частью, ад вообще проще рисовать. Если мы смотрим на иконопись, неважно, древнерусскую или даже итальянскую, или немецкую, все равно ад всегда прописан. И вот они сделали ад, этот ад, это были виртуальные дивные дети с этим оружием. Наверное, многие из вас эти образы вспомнят, они были растиражированы. Называлось это «Last Rise», так же, как название знаменитой компьютерной игры. В 2007 году в нее играло 6 миллионов человек. И это такая битва, где нет крови, нет касаний. И такой прекрасный танец новых богов, которые живут только в виртуальном пространстве, которые, в общем, обречены на самое страшное. Как мы знаем, самое страшное – это скитание по волнам. И самое страшное – это бессмертие, на которое, собственно, был обречен летучий голландец. Потому что это было начало того, что мы сегодня все знаем. По крайней мере, все, кто сюда пришел, наверняка живут на слоне. Если они живут на слоне, то они точно знают, что наше присутствие в виртуальном пространстве становится как-то все более вытесняющим реальную жизнь. И «Last Rise» был аллегорией ада, то есть того, что мы не знаем в 2007 году. Мы и сегодня не знаем, к чему ведет наша жизнь в виртуальном мире, потому что мы там проводим время. А вот наши дети, они уже там живут. И мы совершенно не понимаем, что будет с ними, с их психикой, которая не имеет вот этого реального человеческого общения, которое с точки зрения психологии и формирует нашу личность. Дальше был рай. И рай был пертрималхионный. Я думаю, что многие из тех, кто сюда пришли, наверное, или в гараже, или в том же самом манеже, видели это девятиэкранное видео, где действие происходит в таком каком-то фантастическом отеле, куда все приезжают для того, чтобы насладиться тем, что нам все советуют. Мы должны непрерывно себя массировать, ублажать. Там, я не знаю, как-то все это должно быть так, как нам миллионы глянцевых изданий говорят, что мы стараемся по мере сил, у кого как получается, по времени, все же делать с собой. Ну и там, в конце концов, конечно, все плохо кончилось, потому что все поменялись ролями, там, да, слуги, господа. И в конце концов произошел такой странный коллапс, и все полетело. И это как бы была аллегория рая и такого апофеоза мира, который глобально сегодня имеет установку на самоублажение и такое вот нарциссическое существование. Третьим была вот аллегория Сакра. Это их диалог с замечательным художником Джованни Беллини. Это диалог ровно через полтысячи лет. Мы, собственно, привезли автопортрет Джованни Беллини. Я подумала, что вот если они будут смотреть друг на друга, если свет выключится, значит, Джованни что-то не нравится. Ну, в общем, у нас мирное сосуществование было два месяца. Джованни Беллини в своей знаменитой картине «Аллегория Сакра» Я думаю, что все были во Флоренции в галерее Уфицы, где есть это замечательное произведение. Как бы по версии исследователей, потому что сегодня трудно себе представить, что же там хотел реально сказать Беллини. Поэт Парщиков писал и, по-моему, был прав, что историю напишет тот, кто родился последним. Но вот как бы эти там как минимум 250 лет существования искусствоведческой мысли все думают, что он нарисовал свою аллегорию «Чистилище». И там как бы одновременно встречаются сарацин, представители христианской мифологии, представители греческой мифологии. Как-то они там мирно на Балюстраде существуют. АЕС плюс Ф сделали местом своего действия, этой аллегории. Они выбрали международный аэропорт, где все из нас сегодня проводят довольно значительную часть времени. И там действительно происходит смешение народов, религий, культур. Как всегда, самолеты имеют тенденцию опаздывать. Там кто-то спит, и всем снятся сны. Китайцам снятся свои сны китайские, арабам снятся свои арабские, христиане видят другие сны. В конце концов, все это перемешивается и рождается новая миссия, но он вообще с хвостом и немножечко такой мутант. В принципе, мы, конечно, сегодня стоим на пороге какой-то новой эволюции вообще человека, и, наверное, в связи с этим наших представлений о красоте. Почему я говорю об этой трилогии АЕС плюс Ф, о том, что каждое время делает свои аллегории, потому что наше представление о мире и о ценностях, потому что пока мы все-таки находимся в этой христианской парадигме, что есть верх, низ и есть некий промежуточный слой, они во многом диктуют нам, в зависимости от того, где мы сейчас находимся. Мы же такая вот текучая инстанция, мы находимся в мерцании в каждый момент между вот этим высоким и низким. И несмотря на то, что мир, кажется, нам потерял эту структуру, все-таки она есть, меняется и наше представление о прекрасном. Меня интересовало в музее показать несколько проектов, которые на самом деле имели так называемую модернистскую установку. То есть когда художник, сознательно или бессознательно, он жил в представлении того, что жизнь есть служение будущему. Вот это ощущение мы потеряли. Нам говорят, наслаждайся сейчас, ублажайся сейчас, завтра хоть потоп. И это связано, возвращаясь к тому, с чего мы начали, взаимоотношения времени и красоты. Мы показывали проект Блоссвельда. Я за этим проектом охотилась лет 15. Наконец он к нам пришел. Блоссвельд снимал, вообще говоря, растения из гербария. Но снимал он их не просто так. Вот только что Максим сказал, что я там представитель арт-рынка. Я, конечно, с другой стороны баррикады. Я же покупаю, покупаю, покупаю. Как говорила Ксения Собчак, музей покупают и не продают. Но если бы я что-то покупала, я бы бегала вот за этим Блоссвельдом, как сумасшедшее, что я и делаю, пока его на рынке нет. Карл Блоссвельд творит в начале века. Он был учеником Мойры. Мойра был и закончил Карл Блоссвельд, немецкую художественную академию. Начинал как живописец, рисовальщик. А учитель его имел такой модернистский, утопический проект, что он и его ученики должны описать максимально природные формы, потому что в них и есть музыка Вселенной. И они должны слушать прототипом будущим дизайнерам. Мы сегодня с вами живем в мире, о котором мечтал Мойра в начале 20 века. Мы живем в абсолютно дизайнерском мире. И это можно видеть даже по месту замечательному, где мы присутствуем. И он просил своих учеников лепить, рисовать то, где мы можем видеть музыку сфер или проекцию Вселенной. Лучше всех, в конце концов, любимым учеником стал Карл Блоссвельд, потому что живопись забросил, зато стал снимать. И снимаем вот такие простые формы. Посмотрите на божественную красоту этой семенной коробочки вот этого восточного мака, это бутон. У него были семенные коробочки, не знаю, что. Во-первых, это действительно вошло в дизайн. По крайней мере, его семенные коробочки папоротников точно легли в основу военного дизайна. Вот все мины мира, они похожи друг на друга. Маленькие, большие, ужасно похожи на семенные коробочки растений, стоящих на ранней ступени развития, как и папоротники. Но это безумно красиво, и снято это с чувством, что это снято навсегда, и это снято для будущего. Вот эта установка на будущее, которая у Блоссвельда была, она была как бы практической. Мы снимаем для того, чтобы кто-то использовал и создавал по этому, видя здесь проекцию красоты универсальную, создавал что-то, что будет служить людям. Она превращала эти работы, которые, конечно, на экране трудно смотреть, их замечательно смотреть в реальном формате, они небольшие, они человеческого формата. Я не случайно начала этим фестиваль, потому что это действительно было какой-то дивной, невероятной красоты и значимости. То есть вот эти бутоны, эти растительные формы приобретали такой эпический характер. Вот когда мы смотрим на старые фотографии, нам кажется, что у всех было какое-то чувство собственного достоинства, мы даже не понимаем, как мы его утеряли. Понятно, что там работала камера с большой выдержкой и широким объективом. Но вот у Блоссвельда работала внутренняя мозговая установка. Мы сейчас до сих пор показываем музей Зандера, который снимает уже, прежде всего, лучше всего у него получались люди. Он сделал такой странный проект, который, собственно, его никто не просил делать. У него было ателье, как нормальный фотограф с ателье. В начале века он зарабатывает заказными портретами. Но тут у него пришла в голову гиперидея, вот такая большая утопия. Он хотел описать все типы немцев. И снимает он их между двумя войнами. Это конец Первой мировой войны и до начала, собственно, Второй. И он снимает каждого персонажа предельно. При этом он-то как раз отказывал фотографии во всех правах на то, что она искусство. Он считал, что она документ. Но относился к этому тоже очень серьезно. То есть сегодня мы там имеем научную теорию, что энергия каждого из нас считывается где-то в эфире, потом может быть использована. Может быть так и есть. Может быть потом вся информация будет свернута в какие-нибудь мини-мини-нано и куда-то пойдет. Но то, что мы куда-то в будущее должны послать месседж, вот это у Зандера было. И поэтому посмотрите на этого чудного кондитера. Он, конечно, совершенно конкретный и очень индивидуализированный персонаж. С другой стороны, он такой тип кондитера. И он как бы существует здесь и сейчас, но навсегда. Он же не просто в своей кухне готовит очередной пирог. Также точно у него есть танцоры, художники, цирковые работники. Вот я обожаю этого нотариуса. Посмотрите, какое чудо. То есть непонятно откуда в этих работах присутствует эта фантастическая значительность. Это 2024 год. То есть вы понимаете, это уже появление лейки. В это время Родченко взял лейку. То есть здесь уже не до большой выдержки. Снято, как у людей, как обычно щелкали. Но установка на будущее очень важна и делает эти работы фантастически прекрасными. Зандер на свои деньги осуществляет этот мегапроект. К власти приходят нацисты. Сажают на 10 лет в тюрьму его сына, который работал с ним вместе в ателье. И сын умер в 1944 году, не досидев. Они бросили его в 1934 году. Он за полгода до того, как должен был отбыть свой срок, погиб от туберкулеза в войне. Бомбой сожгло его дом, где погибли тысячи и тысячи негативов, пластинок и отпечаток. И Зандер продолжает работать. И когда в Моме была первая фотографическая крупная выставка, это 1953 или 1955 год, она называлась «Род человеческий». И великий Стайшин приглашает Зандера быть главным участником этой выставки. И действительно он создал вот этот портрет рода человеческого, прежде всего между двумя войнами, но и занял свое место на фотографическом и художественном Олимпе. Про Эль с этим мы показывали еще и замечательного Прехнера. Прехнер – это просто было наше открытие. Мы за ним охотились 16 лет. По журналам замечательным «СССР настройки» я знала, что Прехнер есть. Причем знала это только потому, что мы кроме русских журналов «СССР настройки» покупаем еще зарубежные. Это свойства советской власти и чистое ее свинство. В русском журнале «СССР настройки» не указывались авторы фотографий и авторы коллажей. Но там чего-то в конце, иногда общим списком, и ты никогда не поймешь, кому что принадлежит. А когда этот легендарный журнал, который влюбил в Советский Союз, я боюсь сказать половину, боюсь, что всю западную интеллигенцию, там, конечно, каждый список, каждая фотография была подписана, кто ее все-таки сделал. Поэтому было видно, что есть Прехнер. От Прехнера осталось очень мало следов. Подип он ровно в 30 лет. Поэтому не бойтесь покупать молодых художников, если кто-то думает о том, что такое. И радость, и инвестиция. Во-первых, радостно с молодым художником видеть, как он растет. Во-вторых, опыт показывает, что ранние работы на рынке стоят дороже всего. Прехнер погиб 30 лет. В 1941 году он отправляется на фронт и до последнего кадра снимает солдата, который до последнего патрона, последний солдат защищает Таллинн. Немцы все равно вошли в Таллинн, его труп нашли. Снимок, этот гениальный последний кадр Прехнера был напечатан, а после этого о нем благополучно забыли. Во-первых, евреи. В 1949 году это уже было не модно. Во-вторых, модернистская эстетика к этому времени закрыта. А в-третьих, никто не понимает, где архив. Хотя в 1935 году Прехнер был просто взрывом и бомбой. Он получил все призы на последней выставке фотографий. Мастера советской фотографии, которая происходила в 1935 году, в жюри были с одной стороны Великий Ройченко, с другой стороны Великий Эйзенштейн. Между ними был замечательный, к этому времени увешанный всеми возможными медалями и регалиями пикториалист Александр Данилович Гринберг. Гринберг как раз с этой выставки пошел на пять лет в тюрьму. Ройченко отправился на Беломорканал, но Эйзенштейн начал снимать вскоре Ивана Грозного. Прехнер до 1941 года творит. И посмотрите на этого мальчика. Понятно, что прыжки в воду делали все. То есть это была излюбленная тема модернистов и российских, и, конечно, наших отечественных. Но вот такого прыжка, когда он, по идее, прыгает вниз, а летит ласточкой наверх, не делал никто. И это безумно красиво. И это такая романтизация линии Родченко. То есть понятно, что он младший собрат Родченко и все элементы модернистской фотографии, собственно, эстетики, в которой мы сегодня живем, потому что, как правило, дизайн окружающий нас, вот арт-нуво, модерн, это мы сегодня начинаем вспоминать. И так как-то модернизм и конструктивизм он выстелил на долгое время все другие стили. И у Родченко было не так много элементов важнейших, которые он артикулировал. Это крупный ракурс, который героизирует действительность. Это диагональная композиция, которая дает нам ощущение движения. Вот вы здесь это все видите. Прекрасно. Как видите, работы не худшие, чем у Александра Родченко. Но в них нет такого железного, что-то у меня плохое воспроизведение. Вот это гениальная работа абсолютно. Посмотрите, это называется «Починка сетей на Волге». Вот если близко смотреть эту работу, то у этой женщины, конечно, это руки работницы. На нее вот так смотришь, кажется, что это осоль, которая сушит красные паруса. До такой степени вот эти сети с этой диагональю как-то нежно, мерцающе ложатся. Прекнер – это такая романтическая линия модернизма. Родченко, конечно, все понимал. Он был не просто великий фотограф, он был еще и великий художник, и в конце концов просто очень умный человек. И когда начинается ужас середины 30-х, к концу 30-х, он, кстати, занимается, он уходит в эскейп и начинает работать как пикториалисты, его идеологические враги, против которых он в 28-м году пишет статью, а в 38-м он берет мягкий объектив и снимает, заметьте, этот человек, который участвует в декорациях «Победа над солнцем», он начинает снимать классический балет, классический театр. В 41-м он уже пишет. Может быть, я рано ложил продюс или поздно, но я не хочу никого искусством звать куда-то. Это пишет Родченко, который, как все модернисты, упорно кричал, и они соревновались, кто кричит громче, что они стоят на службе у пролетариата, коммунистической идеологии и так далее. Здесь он хочет звать людей к искусству и больше не хочет искусством звать никого куда-то. И его работы, начиная с середины 30-х, они достаточно депрессивны. Даже если он снимает вот эти шарады, эти пирамиды знаменитые Родченко, в них есть тяжесть, в них есть усталость. А в самой его эстетике было все-таки вот это милитаристское начало. Он не случайно делал, кстати, вместе с Прехнером альбом «Красная армия». Посмотрите, у Прехнера ничего подобного нет. Прехнер, может быть, потому что просто юный, может быть, потому что эти страшные 30-е годы попадают на его юность. Вот у него это ничего не чувствуется. Посмотрите, у него все какое-то летящее, у него все какое-то романтически прекрасное. И даже люди у него в середине 30-х годов улыбаются относительно естественным способом, хотя как бы у Родченко, у Петрусова, они уже улыбаются абсолютно неестественным способом, а таким, как будто они привесили себе улыбку, перетянутую плохими пластическими хирургами, вот такого скала. И Прехнер – это тоже модернистская история, когда… А это вот портрет чудесной его жены. Видите, вот тоже она куда-то летит. Они все летели, но он летел, может быть, даже более романтично, чем Жуцкий Родченко. И нам было важно, как этот модернистский проект того, что мы все-таки работаем для будущего, преображает эстетические работы этих авторов и порождает специфически для каждого из них тип красоты. Вот мы второй раз уже, потому что в 1998 году мы показывали, но, по-моему, этого никто не видит и все забыли, мы показываем великого Сейду Кейта. Сейду Кейта – фотограф из Бамака. Мы сегодня знаем страну Мали и Бамака, хотя бы потому, что туда французские войска вошли, и у нас это иногда по телевизору показывают. Когда-то это была страна Судан, и это была какая-то такая очень важная точка пересечения всех торговых, экономических, политических и всех прочих процессов, которые происходили в Африке. И в городе Бамака Сейду Кейта, которому в 1949 году подарил дяде камеру, с чего начинается увлечение фотографией, с того, что мы даем ребенку айфон в руки, а когда-то камеру дарили нам наши родители, но в данном случае Сейду Кейта подарил дяде. И он так сам как-то, без всяких объяснений, ему еще несколько рулонов пленки подарили, обнаружил, как она работает. Дальше он открывает фотоателье, это фотоателье становится знаменитым, оно в хорошем месте, в Бамаке, и туда ходят относительно приличные люди. То есть посмотрите, это вот эта угнетенная Африка, за которую мы так боролись, и отдали ее сегодня китайцам. Вот французы не хотели, они там фотофестиваль делали до этого года, и только вот как бы такие уже военные действия, пока на время это остановили. И он снимает там людей, которые приходят абсолютно искренне заказать портрет. Никто бы о нем не знал, если бы несколько работ Сейду Кейта не появились в Нью-Йорке на выставке в Моме, причем там была выставка африканского искусства, и был написан неизвестный автор. Но было понятно, что это из Бамака. Замечательный плейбой Жан Пиготц, которого, может быть, кто-то из вас помнит по выставке, которую мы делали, еще гениальный фотограф. Год назад мы делали его выставки. И великий коллекционер, один из первых коллекционирующих африканское искусство, посылает туда своего куратора, который должен по этим фотографиям найти, кто же их сделал. Тут приезжает, естественно, первое, что он видит, это какого-то разбитую корыту, около него сидит человек и чинит фотоаппараты. Оказалось, что это великий фотограф Малик Сидебе. Я вам сейчас его покажу, и покажу, как понимание о красоте меняется буквально через 10 лет. И Малик Сидебе, я правда до сих пор не понимаю, за что, получил на Венецианской биеннале 2007 года золотого льва за вклад в мировое современное искусство. Это как бы на совести Роберта Стора, но до сих пор я обдумываю этот вопрос, то, что он отличный фотограф, это точно. Почему к нему пришел этот замечательный лев, непонятно. Ну и Малик Сидебе, конечно, говорит, ой, да говорит, это всем известный Сиду Кита. Через три минуты человек был у него в ателье. А дальше началась долгая процедура, потому что Сиду Кита особенно никого к себе не подпускал, был в это время уже не очень молодым. Так или иначе, в 92-м году его работы приезжают в Европу, в 93-м у него уже совершенно феерическим успехом в рамках месяца фотографии. В Париже происходит выставка. Вот тогда я его первый раз увидела. И сегодня это такая абсолютная классика, основная коллекция у Жанны Пеготси. И посмотрите на композиции этих работ. Это, во-первых, дико интересно, как он их строит, потому что это орнамент в орнаменте, и ты совершенно не понимаешь, как он находит эти божественные композиции. Кстати, орнамент – это вообще то, благодаря чему появился Ларионов, Гончарова и вообще весь наш русский авангард, который обращается к народному искусству, народному искусству во всех цивилизациях, так или иначе, стоит на орнаменте. Неважно, народных костюмов, народные утвари, мы можем это проследить через века и тысячелетия. Почему орнамент? Потому что когда культура не дозрела еще до нашей перезрелой фазы, где каждый из нас один, главный в поле воин, и пока не появляются идеологии эпохи возрождения, где личность ставится в центр угла, люди все-таки все вместе. Вот я первые три года своей жизни училась на биофаке. Это было вообще, я помню, никогда ничего подобного не узнала. Там вот как у Блоссвельда, понимаете? Все это ты много понимаешь. Есть такие одноклеточные водоросли. Если у них в пруду все хорошо, они живут как отдельные организмы. У них есть органы выделения, органы размножения, пищеварительные. То есть нормально каждый из них отдельный индивид. Как только им плохо, не хватает воздуха в их болоте, или температура меняется, или пищи не хватает, они объединяются в многоклеточный организм. И у этого организма появляются органы пищеварения, выделения, то есть налицо все признаки целостного многоклеточного организма. И вот в этой целостности они живут до тех пор, пока все не наладится. Вот у культур, которые стоят на ранней стадии развития, им, конечно, приходится держаться друг за друга. И так или иначе, люди проецируют на орнамент вот это ощущение, что каждый из нас ощущает себя вот этой арабеской в орнаменте. И, конечно, Африка, где до сих пор орнамент царит, из этого как бы идет русский авангард, который заново переоткрывает картину мира, естественно, что там этого орнамента не знаю сколько. И посмотрите, какая безумная красота у нас появляется. Но вопрос не просто в орнаменте, который, кстати, сейчас новая тенденция. Здесь же много девушек. Посмотрите и на Праду, и на, не знаю, Зару. Вы везде увидите орнамент. Это же не случайно. Вот в эпоху кризиса вспоминаешь песню «Возьмемся за руки, друзья». С чего у нас? Ничего не бывает случайного в моде. Понимаете, вот если мода розовый, голубой или орнамент, или без, это кажется нам, что это потому, что какой-то дизайнер вбросил, и вот мы теперь все вынуждены носить или можем гордо отказаться. Мода – это первая лакмусовая бумага, это как бы десант быстрого реагирования. Это потом откладывается в стиле. И ничего случайного в моде не бывает. Так же, как, в общем, и в искусстве, когда мы говорим о художественном рынке. Вот перед кризисом 2008 года все обсуждали, что такое рынок. Меня вообще никто не спрашивал, что и зачем я выставляю. Это сейчас меня спрашивают, а почему вы это выставили, а что такое сегодня искусство современное. Вообще-то вопросы, которые каждые 50 лет стоят как бы на повестку дня. Тогда спрашивали только, что вы думаете о рынке, how much? И это кажется, что галерист или художник может поднять цену. Это абсолютно объективный процесс. Вот, кстати, по тому, как развивался, надувался газовый баллон художественного рынка где-то в 2005-2006, особенно 2007 год. Я, например, ничего не понимаю в финансах, в отличие от многих, я думаю, здесь сидячих, точно знала, что кризис будет. И в этот момент я так заботливо создала наволочку, в которую мы складывали все. То есть все сотрудники были лишены премий, все обязаны были писать с двух сторон бумажки, потому что я знала, что придут плохие времена, и кризис идет. Вот он в 2008 году пришел. Кстати, рынок просел художественный меньше, чем рынок вообще. Из чего следует, что он таки не окончательно к нам пришел, наверное, вернется. То есть, понимаете, если есть свободные деньги, которые не садятся, это такие свободные радикалы, они уйдут в ту сферу, которая называется символические объекты. Искусство – это символический объект, и мы видим в нем только то, что мы видим, но видим чуть больше, чем мы знали сами о себе, это такое магическое зеркало, которое нам нужно, чтобы мы что-то другое о себе, прежде всего, о самом узнавали. Вот что мне здесь интересно, посмотрите, это уже не первая парочка девушек, которые в одинаковых платьях. Представьте себе, что случается с двумя белыми людьми, это у нас по шоу Малик Сидебе, которые встречаются на одном платье, в двух одинаковых платьях возникает конфуз. Здесь люди готовятся, вы понимаете, что такое семейный портрет. Почему я это показываю как бы тоже вот в этой логике модернистского проекта? Мне не важно, от чего рождаются у людей чувства, что надо жить и работать для будущего. У Сиду Кита не было гиперидеи Мойры, который передал ее Блоусвельду, что надо снимать так, чтобы будущие дизайнеры пришли. И это не были Прехнер или Родченко, которые верили, что своей эстетикой они переделывают человеческую природу. Сиду Кита хранил негативы, потому что был уверен, что коммерчески это выгодно. Потому что вот он снимет родителей, а потом придут дети и скажут, а ну-ка, как там наши мамы выглядели? А он раз и вынул. А потом придут внуки, и можно опять пользоваться. Поэтому он старался очень просто. Это же очень наивное, понимаете, старание. У него интервью, он там с трудом как бы может объяснить, что он делал. Он старался сделать как можно красивее, чтобы в будущем тоже было приятно. Но любая установка будущего дает нам иногда такие прекрасные результаты. Посмотрите, вот эти две девушки, они явно долго старались, они заказали платье, они пришли. Как он их вписал, да, орнамент в орнамент. Как мы здесь видим этот психологический феномен фигура фон. Понимаете, когда столько рябя, а мы прочитываем их лица фантастические, они у нас не стираются и не становятся частью фона. Я не знаю, он у нас до сих пор стоит, я просто приглашаю всех посмотреть. Я в него влюблена. Это просто моя любовь. Посмотрите, какая красота. И что-то здесь есть не случайное, что-то неторопливо величественное и правильное, что и сегодня звучит нам тем, чтобы мы подумали. А это вот уже начинает меняться немножечко. Бамака. И вы видите, это на 10 лет позже. Это Сейду Кита, это Малик Сидебе, который привел людей к Сейду Кита. Как вы понимаете, два фотографа на Бамака, нетрудно было друг друга найти. Малик Сидебе, который получает этого своего золотого льва на венецианской бенале, к вопросу о том, что ко всем премиям надо относиться осторожно, потому что при моей невероятной любви к Малику Сидебе, у нас стоит фантастическая выставка Малик Сидебе в фонде Екатерина, все-таки надо подумать, почему и как жюри решило, что без него не было бы, например, я не знаю, условно говоря, Раушенберга, Орхола, Олега Кулика и так далее. Прошло 10 лет, и с нашей большой помощью Судан превратился в Мали и обрел полную независимость. И в этот момент он, конечно, начинает меняться и европизироваться. И Малик Сидебе на 10 лет моложе. И он начинает снимать уже эти европизированные вечеринки. Кстати, он снимает потрясающе. Но в этом уже исчезло это ощущение того, что это месседж на будущее. В этом есть прелесть и чувство момента. Посмотрите, он снимает, ну понятно, что от орнамента не уйдешь, Бамака. Но он снимает уже со спины. Вы понимаете, какая это вольность? Вообще первый раз человека со спины, как портрет, снял наш великий фотограф Максим Дмитриев. После этого это как бы в европейской фотографии нормально. Но в африканской это все-таки не очень нормально. Там же все-таки отношения, там же серьезность, а тут нам спинку показывают. То есть вы видите, вот там лежала девушка у Сиду Кита, и они не смотрят на работу друг друга. И вот здесь чудо момента. И это к вопросу о том, какой разной бывает красота. Красота бывает прекрасна, потому что она величественна и сделана как бы навсегда, и вот на это будущее, а может быть тем, что называется импрессион. Забыв о Монако и о нашем черном континенте и придя в дом фотографии или фонде Екатерина, у нас стоит Сиду Кита, у них стоит Сиду Кита, мы возвращаемся в Париж, в колыбель фотографии. И у нас стоит выставка под названием «Воси Париж». Про Париж там ни слова. И два куратора, которые сегодня представляют, ну вот вы же понимаете, что в арт-мире тоже есть пирамида авторитетов, ну и понятно, что твоя функция, она, конечно, тебе придает авторитет. Так вот два человека, один из которых сегодня руководит фотографической коллекции «Мома». А «Мома» была первым музеем, который всерьез начал смотреть на фотографию, музеем современного искусства. И, кстати, первый директор «Момы» и основатель «Момы» взял эту идею не откуда-нибудь, а у Александра Родченко. Тот тоже такой музей хотел создавать, но ему больше идти в какой-то момент отказали в этом праве. А в «Моме» в Нью-Йорке это было реализовано, и «Мома» была первым музеем современного искусства, который стал показывать фотографию. А второй куратор этой выставки руководит сегодня уникальной коллекцией фотографии центра «Помпиду». И они год-полтора назад купили самую большую закупку фотографий для «Абабура». Это 7000 фотографий. И это фотографии из коллекции Кристиана Букре. Кристиан Букре был сумасшедший в самом хорошем смысле слова. Когда я у Дины верни, модели Майоля, Бонаро, Матисса, Пикассо, ну так можно дальше продолжать, великой нашей женщины, и, кстати, основатель единственного на сегодняшний день частного фундасьона музея в Париже, спросила, слушай, Дина, как тебе это удалось? Бедная иммигрантка уехала в тот момент, когда железный занавес был уже опущен. Кстати, о ней у нас стоит выставка, замечательная, ее стоит у нас посмотреть, Пьера Жаме, она мне сказала, «Ильфо вуар лези овер», надо держать глаза открытыми. Она была великим коллекционером. Она собрала крупнейшую в мире коллекцию старых кукол и, продав ее за 6 миллионов, в свое время это были колоссальные деньги, она построила свой фундасьюм, где для Кабакова, представьте себе, как надо было любить или у Кабакова, чтобы в центре Парижа, на улице Гринель, вырыть подвал, спустить подвал на 4 метра. Надо понимать, сколько там квадратный метр стоит, чтобы понять, что такое уйти на 4 метра и поставить там огромную башню с инсталляцией коммунальная квартира Ильи Кабакова. Открылось это все, по-моему, в 95-м году, да, я фильм сделала, потому что я 3 года снимала фильм, мне надо было, чтобы она открыла этот музей. А она его хотела открыть в присутствии Миттерана. И еще, чтобы ребенок, внук второй родился, потому что ей первый понравился, она загадала, и все случилось, действительно. Миттеран пришел, вышел в последний раз, музей открыл, положил руку на живот ее невестки, появился внук, все появилось. Вот до сих пор я всем советую, это не самое знаменитое место в Париже, пойти в ее удивительный музей. Все, что она собирала, было удивительно. И она говорила очень просто, хороший коллекционер, он не покупает то, что уже много стоит, он покупает то, что другие не видят. Она говорит, я эти куклы вытаскивала из помойного ведра. У нее уникальная в мире коллекция карет. Она их покупала за 15 франков, потому что их жгли, и они мешали на дворах. И также она покупала искусство, и даже наших великих художников, Булатова, Кабакова, Янкелевского, их бы не было, если бы ни Дина Верни, ни ее поддержка в 70-е годы. Она покупала, когда никто не знал о том, что это стоит с точки зрения не денег, а с точки зрения значимости. Замечательный Кристиан Букре, дилер, галерист, сумасшедший коллекционер, покупал то, что не знали. И выставка, которую Центр Помпиду сделал, и эта коллекция была закуплена, он даже не знал, сколько у него работ. У него сейчас проблемы со здоровьем, он на инвалидном кресле, он привез в Бабур огромные папки и сказал, я думаю, здесь около 3000 работ, и назвал цену. Денег этих у Бабура, конечно, не было. То есть не только мы страдаем, мы ходим с протянутой рукой. Бабур обратился к Иву Роше, и в Роше согласился, как постоянный партнер Бабура, купить эти работы. И тогда надо было понять, что Бабур покупают. И они где-то там года полтора описывали, что же им дали. Оказалось, что работа не 3000, а 7. К счастью, Букре не изменил своей цены. Бабур получил эту уникальную коллекцию и тут же сделал выставку. Назвал он ее Вуасипари, для того, чтобы это было более доступно, я думаю, для туристов и людей. А на самом деле, это уникальная россыпь звезд, просто вот звездных фотографий, и огромное количество имен мы знаем. Мы знаем, конечно, Манрея, и здесь действительно лучшие его работы. Мы знаем Бросаи, и здесь действительно лучшие работы. Но здесь есть люди, которых мы вообще не знаем. Ну, Жермен Круль специалисты знают. Я думаю, из тех, кто здесь есть, не знает никто. Но я думаю, что в жизни сейчас 30 человек, которые знают, кто такая Жермен Круль. И это вот такой срез гениальный, максимально полный, и его нельзя не видеть, если мы говорим о красоте, того, что представляет собой художественная жизнь Парижа, где между двумя войнами нашли убежище все великие художники со всех стран. Прежде всего, туда поехали венгры, если мы говорим о фотографах. Я не знаю, почему у венгры оказались просто нации, которые вот в начале века оказалось, наверное, это я говорю, которые, конечно, люблю русскую фотографию наших авангардистов, но венгры лучше. Их больше. Другое вопрос, что большинство из них состоялось, когда они из Венгрии убежали. Кто-то убежал, как Бросай, в Париж, и никто так не показал Париж. Я думаю, что многие из вас были на нашей выставке Бросая. Ну вот мы сегодня говорим Париж и видим перед глазами образа ночного Парижа Бросая. Но не французы его сделали, потому что, наверное, надо было видеть эту... Вот надо было это место видеть по-другому, не изнутри, а снаружи. Конечно, это Манрей, конечно, это Монкачей, я не знаю, это Кертеч, они все венгры, это была великая генерация. Тут было много русских, тут было много американцев, много немцев, и каждый из них искал свой голос. И особенность модернизма в Париже в том, что здесь нет одного лидера. У нас все ясно. Александр Родченко, он и по виду, и по размеру. Вот мы 8-го числа, когда вы будете уходить, мы вам дадим пригласительные билеты на 8-го, мы открываем замечательную верушку, которая к вопросу о красоте, сама модель. Модели не всегда, это только размер ног, это иногда и очень часто большие умницы, и потом талантливые художники. Верушка была вообще в какой-то степени до того, что начала делать Синди Шерман, это будут ее костюмы, ее фотографии, ее преображение в героев, но там будет поездка Лили Брик на автомобиле Рено, который она так выпрашивала у Родченко в Питер. Они там проехали недолго, они под Москвой сломались, но все-таки сделали сессию. Я смотрю вчера ночью, мне кажется, я знаю до боли, как выглядел Родченко, там такой здоровый дядька. Я звоню, Саша, я говорю, Саша, это кто Лысый? То есть я понимаю, что похож на Родченко. Я никогда не думала, какой он здоровый, он просто огромный, а он же снимал себя и Лилю в ракурсе. И в этом ракурсе его даже узнать нельзя, но он и без ракурса был большой. И понятно, что он как-то над всеми доминировал. Поэтому когда группу Октябрь и модернизм в России и конструктивизм начали гнобить, посмотрите, какая дура моя, ты же с ума сойти, то они все стали дико все сваливать на Родченко. Игнатович писал, ой, на этих разборках, где они друг друга чистили, это меня Родченко научил, это не я, это диагональ, этот крупный ракурс, это искажение, необычная точка зрения, это все Кротченко. А в Париже так нельзя было сказать. Поэтому там каждый отдельный голос. И на эту выставку надо идти, на нее надо тратить время, потому что там такие ракурсы неожиданные и такие фантастические находки и поиски у каждого индивидуального голоса, что мы понимаем, с чего начинается искусство XX века. Фотография – это то, что меня Максим просил сказать, что такое фотография. Фотография – это только медиа. Поэтому это наше название сегодняшнее, мультимедиа. Мы бы раньше так назвались, но мы бы раньше всех испугали. А сегодня нормально, уже проходит. Это медиа. Как только появляется фотография, она становится искусством. Но она в какие-то периоды медиа проходное, а в какие-то периоды именно фотография является паровозом художественных течений. Вот если мы берем начало XX века, то нельзя себе представить сюрреализм без фотографий. Там далее бы не было, если бы не было Монрея и всех фотографов того же Бросае и так далее, которые создали славу сюрреализма. Ой, там, кстати, есть гениальная карточка. Я всегда знала, что это только в фильме. Это Бюниель – бритва, режущая глаз. Я всегда была уверена, что это трюк, который невозможно, ты его пересматриваешь с детства тысячу раз, и всегда – это прекрасно и ужасно одновременно. Наверное, это тоже красота, которая существует. Но там есть фотография, я так и не могу понять, как она сделана. Но вот в это время фотография – это паровоз. И, конечно, это модернизм, это и русский конструктивизм, и баухаус, и все вот эти голоса международного котла, такого плавильного, творческого, который существовал в это время в Париже. И мы там про красоту начинаем много понимать. Если говорить об этой коллекции, то в этой коллекции есть около 30 фотографий Пьера Жаме. Пьера Жаме – это, кстати, Дина Верни под душем. И это она. Это Пьер Жаме, а вот это тоже Дина Верни. И, может быть, кто-то помнит диск, как она поет блатные лагерные песни. Собственно, после чего ей запретили въезд в Россию. Она была одной из первых эмигрантов, которая приехала туда. Откуда появился Пьер Жаме? Я первый… О нем вообще никто не знал. Видите, вот к вопросу о том, что такое красота. Мы же видим название «Марквейн». Мы недавно делали то, что делают все музеи мира. Мы делали благотворительный аукцион в поддержку музея. Я бесконечно благодарна и художникам, которые дали работу, и галеристам, и тем, кто купил. Но почему я об этом говорю? Что вот мы видим бренд. Там была небольшая работа «Марквейна». Она была хороша. Вот так вот, чтобы… Это была лучшая работа «Марквейна». Я очень люблю «Марквейна». Мы не случайно делали его выставку. Она очень хорошая работа «Марквейна». Вот на «Марквейна» хотели все. И все готовы были дать гораздо больше, чем 100 тысяч. Рядом были молодые художники Ель Кука. В сравнении с «Марквейном» их стоимость была совсем не такой большой. Из-за них битва была меньше. И выиграл ее Андрей Малахов, потому что он в принципе кажется таким. На самом деле это умнейший, тончайший человек. Вот он обратил внимание на то, у кого еще нет такого большого бренда, но это абсолютно гениальное новое явление, за которым надо смотреть. Как мы иногда пропускаем имя художника? Кажется, сегодня уже нельзя переоткрыть, потому что мир наполнен брендами. Вот сегодня создать что-то подобное Диору или Шанелью очень трудно. Это огромная работа. Но иногда какие-то страницы переоткрываются. Пьер Жаме был великим фотографом, это же видно, посмотрите. Он с 20 до 24 лет работал фотографом в замечательном издании «Ревью». Потом оно перестало существовать. И в 1937 году он попадает в такой… Это на самом деле сексуальная революция и вообще молодежная революция во Франции до 60-х годов. Потому что в середине 30-х во Франции появляется то, что у нас было похоже на туристический лагерь. Во-первых, спят в палатке, во-вторых, девочки с мальчиками, а у них раздельное обучение до конца 60-х. И вот такой какой-то выхлоп, счастья, молодости, влюбленности. Пьер Жаме был, конечно, первой любовью Дины. Дина была первой любовью Пьера Жаме. Соответственно, мы видим, как она была прекрасна. Не случайно у Майоли появилось второе дыхание. И, собственно, последний период самой продуктивной творчества Майоли был вдохновлен Диной Верни, которая ее приблизительно в это же время встречает. И Пьер Жаме, вот видите Дина с гитарой, он прекрасно пел. Поэтому он после того, как они здесь спели с Диной Верни, которая через год получает фамилию Верни, от Саши Верни, который здесь же, а Саша Верни – оператор всех фильмов Гринувея и большинства фильмов Рене. То есть как-то они все-таки не случайно друг к другу тянулись. Пьер Жаме стал выступать как певец в не очень известной, но долго поющей по всей Франции группе «Четыре бородача». Ну, типа «Наш машина времени». Пел себе, пел, но никогда не выпускал фотоаппарата из рук. Поэтому его фотографиями никто не интересовался. Он в тусовку был не имплантирован. У него была другая сфера. А посмотрите, это же гений абсолютный. Но никто этого не знал, пока Пьер Букре к нему не пришел и не купил 30 его фотографий. Он еще и танцевал с удовольствием. Это великая модель и жена Лизы Фонстергрив, Ирвина Пэна. Наверное, многие видели вот эту гениальную фотографию Ирвин Пэн. Но он, наверное, Ирвином Пэном стал, потому что он Лизу Фонстергрив снимал, и она там у него во всех видах. Я думаю, что это была жена, муза, я не знаю. Но без этого Ирвина Пэна не было. Это первый муж Фонстергрив. Они танцевали, она была танцовщицей. И в этой же группе танцевал Саша Пьер Жаме. И эти фотографии появились на свет только потому, что они попали в Бабур, и только потому, что человек на них смотрел с открытыми глазами. Я первый раз фотографии Дины Верни получила от Дины Верни, второй раз я шуровала все французские архивы, когда надо было готовить выставку «72 страны, участницы Второй мировой войны». И среди тысячи-тысячи архивов я увидела освобождение Парижа с каким-то таким невероятным, романтическим, вот просто зарядом снятым. Я взяла и забыла. И первый раз, что Пьер Жаме, и второй раз Пьер Жаме. Потом уже через центр Помпидо мы нашли дочку Пьера Жаме, выставку сделали. И это как раз то, что противостоит модернизму, несмотря на диагонали, которую он использует, ориентированному на вечность. Это как раз сюиминутность и вот это самое мгновение, которое трудно поймать. В 70-е, в конце 60-х, начале 70-х уже мировая молодежная революция, на которую, конечно, больше всего повлияли, наверное, Битлз, достигает и докатывается и до Чопорной Англии. И мы показываем Джима Ли, фотографа которого очень мало кто знает. Он абсолютный гений. Его стоит смотреть в фонде Ексерины. Сейчас у него начали выходить книжки. Посмотрите, что он творит вот в эти 60-е годы. Во-первых, он начинает первые выводить парных моделей. Потому что, если вы смотрите, у нас обычно есть мы и же во всем гламуре. Он, кстати, работает в это время и для Вога, и для Харпас-Базара, и для глубнейших изданий. И, как правило, это раздельно. Одно для мужчин, другое для женщин. Здесь у нас парные модели. Кроме того, мы видим здесь начало чувственности. И мы видим здесь, если он и выводит их на улицы, что делали и до него, то мы видим это странное кинематографическое чувство того, что надо уйти от того, как надо, под какие-то мосты, в какие-то… Он абсолютно другой, посмотрите, чем то, что мы видим в глянцевых журналах и сегодня, или очень такую эксцентрическую постановку. Он живой, он романтичный. И вот этот романтический свет революции молодежной, он на него как-то пролился. Он, кстати, еще прекрасный кинематографист. И там есть его дивные клипы, которые сегодня не потеряли свои значимости. Мы показываем на причистенке в галерее Зураба Церетели Арно Фишера. Это один из самых известных немецких фотографов из восточного Берлина, что, безусловно, оказало на него влияние. Вот посмотрите, вы здесь сразу вспомните русское кино и Алексея Германа, и кого угодно. Посмотрите, вот это вот странное. С одной стороны человечность, а с другой стороны, да, вот. Я не могу это выразить. Вот в чем выражалось это чувство советской эстетики, если мы ее берем, начиная с хрущевской оттепели. Оно вот здесь как-то пролезает. Посмотрите, как он снял совершенно гениально Марлен Дитриш. В 1964 году она была немолода. Она приехала в Москву. Он довольно много ездил, несмотря на то, что восточный Берлин, ему разрешали. Это он в Москве встречает Марлен Дитриш. Для того, чтобы дать ее как диву и как чудо, и как миф, потому что на самом деле красавицами не становится, но если ты принцесса, ты уже по определению красавица, да, это красавица по рождению. Бывает красавица по функции, когда приходится быть красавицей. Марлен Дитрих действительно дива, но в этот момент он ее... Там есть огромная серия с Марлен Дитриш потрясающего. Здесь вот этого мало, но удивительно, это хорошо есть. Здесь Фишер вообще просто очень многое предвосхитил фотографии, когда она начинает быть похожей на такую метафизику. И мы показываем совсем молоденькую девочку, которую мы уже второй раз выставляем, которая сегодня стала такой восходящей звездой французской фотографии, хотя она русское по рождению, долго живла и живет во Франции, училась в Нью-Йорке в ICP, Саша Кортьер. Почему я говорю? Потому что мне интересно вот этот переход как бы эпического и такого уже совершенно лирически-романтического. Вот эта серия, которую мы показываем, такая очень странная, очень современная. И есть вот это ощущение какого-то такого полуприкосновения, ее даже трудно описать. Вот я понимаю, что это безумно красиво и что это другой тип красоты, чем тот, который есть, например, у Патрика де Маршеле. Вот здесь мы на нашем меде, здесь мы на манеже, который закрылся, это Авеню Диор Патрик де Маршеле. Представляете, как Патрик де Маршеле, который умеет снимать все, он снял сейчас гениальную съемку с Синди Шерман в журнале «Гараж», первое русское издание. Я просто всем советую как-то его найти, потому что, во-первых, умно, во-вторых, красиво, вообще гениальный журнал. И вот там он совсем другой. Посмотрите, что композиция везде фронтальная, все-таки портить статус Диора нельзя. Он вообще и по-другому умеет. Мы его выставляли, например, с Дианой Вишневой, черно-белые фотографии, они были совсем другие. Вот здесь абсолютная сугестивная власть. Противодействовать этому нельзя. Это как Ленин писал, визуальная фотография, визуальное оружие. Вот здесь мы это видим. И он такой правильный. А рядом вот такое открытие и для русской, и, кстати, для международной сцены испанец Мануэль Утамура, который работает для крупнейших изданий, но которого очень мало знают в мире, просто потому, что он говорит только по-каталонски. А языковые барьеры иногда бывают барьером. Но посмотрите, как по-разному. И, кстати, работает для крупнейших брендов. Вот мне, например, гораздо интереснее смотреть, что от Амура творит. Это еще знаменитый Рося де Палма. Чем смотреть, например, ясную, понятную серию Диора у Патрика де Маршале. Но мы видим, как он пытается угадать тот месседж, тот тип, который задает дизайнер. Сам он по происхождению, по первой профессии дизайнер. И поэтому понятно, что это безумно интересно. Я вам не показываю здесь даже женщины мечты, мужчины мечты. Но вот рядом со всем этим Диором, ну, конечно, невозможно было не разместить Мартина Пара лакжери. Потому что есть дизир, который дан нам в идеальной форме, а вот реальность. Но я думаю, что многие женщины, которые здесь присутствуют, узнают и платье, и его стоимость, а вот как это выглядит. Вот видите, розовое. Я даже не с первого раза разглядела, что это живот. Вот так вот мы немножко устало выглядим. Это гениальная серия Мартина Пара. Она у нас сейчас стоит. Она показывает полную глобализацию, тотальную понятие лакжери. Это как бы вечеринки от Лондона до Дубай, от Сингапура до Москвы, от Парижа до Гонконга. Вот мы здесь даже некоторые персонажи узнаем. И мы понимаем все порту порей. Везде одинаково. И чем больше мы стараемся быть, тем иногда страннее мы выглядим. Вот здесь понятно, все усилия и все атрибуты красоты на лицо. От маникюра до браслетов и до шляпы. Все как у людей. Но выглядит, конечно... Он же не старается быть специально неприятным. Он просто показывает нам зеркало, как мы иногда выглядим. А это была замечательная выставка, которая ушла. Это одна из концептуальных, одна из самых известных современных художниц Франции, Валерия Билан. И называется... У нее большой проект был, который назывался «Иллюзия жизни». Вот когда у меня мои рабочие вешали вот эти работы, это была беда, они их не вешали. Они решали, кому кто больше нравится. Там были блондинки, там были брюнетки. Это была беда, потому что нам надо было... Они стояли абсолютно вкопанные, вросшие. Понимаете? И только потом, когда я им сказала, что это манекены, они были как бы на самом деле жутко поражены в сердце свое. И обернулись к соседней стенке, где они были уверены, что манекены у меня нету, репродукции. А там стояли как раз девушки афроамериканские, парижские, которые реально следуют тому, что нам предлагают каноны моды. Они даже меняют линзы, под костюмчик можно как-то поменять. Они были абсолютно пофикливал, похожи на этих манекенов. Только манекены были живыми, а они были мертвыми. И это как бы красивая серия, умная, которая показывает нам, каким образом реальность. Вот эти ее знаменитые фрукты, ее работы сейчас во всех крупнейших музеях от Помпиду до Момы, они, кажется, нереальными, и неживыми, они живые, и они неживые. Происходит вот это бесконечное, когда красота достигает какого-то странного градуса, то в этот момент у нас начинается к ней перверстное, сложное отношение, потому что ты стоишь ими загипнотизируем, и одновременно у тебя какое-то странное, нехорошее чувство. Вот ее тема, последние эти хоризонтемы. И дальше последнее, что я хотела сказать, что такое красота в фотографии. Мы так как-то совсем чуть-чуть пробежали. Я говорила, говорю и буду говорить, что, к счастью, медиафотографии – это гениальный способ выразить каждому из нас, что мы можем. Это проективный экран. И когда мне все задают вопросы, ну вот все же снимают, как определить, кто профессионал, кто не профессионал, я говорю, что есть, было и будет только одно различие. Фотограф живет на средства, заработанные от продажи его изображений, а все остальные могут иметь другие средства дохода. И если мы смотрим на великого Лартигу, он всю жизнь был уверен, как мальчик из хорошей семьи, рантье, что он вообще художник. Художник он был омерзительный, плохой, но просто в хорошем обществе кем-то надо было быть, а он же общался с Пикассо, со всеми. И только в конце жизни, когда ему было лет 70, Мома сделала ему первую, кстати, вообще в мире, персональную музейную выставку фотографов. Он, к счастью, жил как хорошие фотографы долго и успел лет 20 последних жизней почувствовать, что он действительно все, что снимал для альбома, и есть на самом деле главное. Он гений, он гуру и так далее. Анна-Мария Баргеза – это удивительная история. Это принцесса, мама ее, герцогиня Аненкова, она крестная дочь последнего императора, и она имела мужа Баргеза. Но мне кажется, что все сказано, потому что у Баргеза были виллы, у Баргеза было все, как у Карабаса-Барабаса. И она не должна была снимать. И в этот момент появляется Кодек. Кодек делает фотографию массового влечениями царской семьи, жены Толстого, и она снимает. И снимает она абсолютно для себя. Снимает она вот эту ее дочь, и там она на своем острове, на своей вилле. Одновременно она снимает вообще весь мир, потому что Баргеза, ее муж оказался путешественником, они объехали весь мир. И она снимает между эстетикой пикториализма, и в какой-то степени она была предтечей рождения эстетики модернизма. То, чем она интересна, надо идти в фон Екатерина, это тем, что она в 14-м году как настоящая принцесса, которая, как известно из сказки «Принцесса на горошине, принцесса не капризничает», она пошла на войну, и не просто в госпиталь медсестрой, что было нормально прежде всего для аристократов, она пошла в полевой госпиталь. Она прошла всю Первую мировую войну, сняла ее так, как ее не снял никто, от органов, которые вывернуты из людей, до, я не знаю, разрухи, блиндажей и так далее. И все это было при этом безумно сдержанно и красиво. Это делалось только для себя. Это было сохранено в 80 альбомах, которые она аккуратно датировала, сохранив негативы, никогда не показывалась. И, наконец, ее наследники разрешили это напечатать и показать. Это была бомба. Италия радовалась, потому что обрела новую страницу в итальянской фотографии. Мы рады, потому что обрели новую страницу в мировой фотографии. И при этом в ней был такт, сила и красота, которые не было, наверное, ни в ком из тех, кто называли себя профессиональными фотографами. Но это вот просто, чтобы в конце порадоваться тому, что у нас 8-го откроется. Это Родченко с Лейли Брик пытается вот это самое знаменитое Рено из кювета вытащить. Посмотрите, почему я это выбрала. Посмотрите на Лейлю Брик. Но почему эта женщина вообще, я не знаю, миф, женщина-легенда, женщина-какая-то глобальная муза, но она же не была красавицей. Понимаете? Но мы все знаем, что никого в русской культуре 20-го века не было сравнимо с Лейли Брик. Так же, как и Дина Верни, кстати сказать, это она только в 18 лет так выглядела, потом уже по-другому. Это к вопросу о том, что такое красота, не только на фотографии, не только выраженная художественными средствами. Это вопрос о том, кого мы считаем красивым, почему мы считаем красивым. Это вопрос какой-то странный. Вот посмотрите, какой у него Родченко здоровый. О, это его автопортрет тоже. А вот эта красавица Лейли Брик. И много было таких. А Великая Муза была одна-одна. И мы здесь задаемся вопросом, что такое харизма, энергетика, что такое какие-то другие смыслы, которые мы все равно ищем в красоте, кроме… Там была выставка в Манеже, где были мужчины мечты и женщины мечты в самых разных ее вариациях. И мы понимаем, что девочки с идеальными телами, идеальные модели, на них смотреть все равно менее интересно, чем на фотографию, которая там была. Это 98-летняя Луис Буржуа, которая из-за своей скульптуры, вот у него глаз, как у черепахи, тортилла, да, тортилла. И он приковывал все. В результате люди болтались и фотографировались или на глазе Луис Буржуа, который 98, или на странной, абсолютно вне всех пониманий того, что такое быть причесанной, одетой, вообще быть в нормальном состоянии, Эми Уайтхаус. То есть красота, которую мы ищем, наверное, это переступление границы, которую мы сами же ставим, сами же транслируем. И самое интересное в красоте, как и в искусстве, это когда мы выходим за стереотипы, за то, что мы только что объявили нашим мифом, объявили нашим идолом. Как только мы выходим за эти границы, наверное, тогда нам становится интересно. И возникает какое-то восхищение не тем, что мы знали, а тем, что мы пока только-только открываем. Ну вот, наверное, все это такой совсем быстрый пробег. Спасибо огромное за замечательную лекцию. Помимо того, что мы услышали про красоту, мы также получили возможность наверстать упущенное и посмотреть несколько лет выставок буквально за один час. сейчас есть возможность задать вопросы. Есть желающие? У меня на самом деле есть один вопрос, на который я давно хотел найти ответ. Большинство фотографий, которые вы показывали, они 20 века. Весь 20 век фотография, фотоаппараты были, ну не весь, но значительная часть, все-таки не были такой массовым явлением, уже точно не было возможности этими фотографиями так массово делиться с публикой, с обществом, какие возможности есть сейчас. Сейчас, я не знаю, сколько фотографий выкладывается в день на нашей планете, возможно, миллиард, может быть, больше, и выкладывается в сеть, становится доступным для обзора. И как быть сейчас? Как сейчас быть фотографом? Как сейчас разобраться в том, что является красотой, а что не является? Можно ли справиться с этим потоком? Ну, вы знаете, в психологии есть такой эксперимент, это по поводу, как справиться с потоком. Человек помещают в комнату с измененной перспективой, говорят ему, скажи, где вертикаль. Ну, и 99% людей судорожно начинают пытаться понять, где пол, где потолок, где стена, а перспектива измененная, и ответа нет. Вот там вот меньше процента, они говорят, вертикаль – это я. Это правда, потому что это очень относительное понятие. Поэтому справляться надо с помощью того, чтобы сделать самое простое и самое сложное. Надо поверить себе и не бояться того, что сегодня мне нравится это, потом нравится это. Наше же представление о прекрасном, оно тоже развивается. И, собственно, мы с ним развиваемся. И то, что сегодня много фотографий выкладывается, это вообще особый феномен. Здесь вопрос не в том, что их очень много, их может сегодня производить каждый. Я этого не боюсь, потому что, по большому счету, просто каждый из нас не пробовал инсталляцию тотальную создать. Вот я делала два года назад день рождения, и мне все просили, говорят, ну, как-то уже привыкли в Венеции, что типа праздник где танцуют. И ко мне все пристают, говорят, ну, вот мы там устрицы съели, трюфели съели, а где, когда же мы будем танцевать? Я говорю, я ничего не делаю в Венеции, надо что-то было придумать в Москве. И пришли все люди, которые привыкли приходить на пати, мы их разделили, ботинки, лабутен в одну сторону, все на коврик. И я просто привезла все, что было на даче, там скотч, пластилин, у нас мольберт стоял, и все творили. И надо сказать, что ведь все могут, а уж тем более люди, которые чего-то добились в жизни, не бывает так, чтобы добился и был бездарен. Понимаете, это нонсенс, это нам кажется, что там по-хитрому, где-то, так не бывает. Если люди состоялись, они могут показать, что, и все творили. Просто с другими средствами надо времени адаптироваться больше. За два часа такую выставку сотворили, мы ее повесили, мне потом афиша звонит, почему вы не дали пресс-релиз. Это говорит, какие художники, русские или зарубежные. Я говорю, все зарубежные, все. Это были люди, все-таки, это же были частные друзья, они прекрасно творили, понимаете. это быстрее, это быстрее, это удобнее сегодня просто себя выразить с помощью фотографии. В 19 веке рисовали все, но все, кому была доступна письменность, они могли там довольно хорошо и довольно реалистически изобразить пейзаж, домик, портрет и так далее. У меня другой вопрос, который впадан к вашему, что сегодня общение путем образов, а образы сегодня становятся фотографическими, вытесняя все медиа, вытесняет общение словами. Я не знаю, что за этим последует. С одной стороны, я из психологии знаю, что глаз – это вынутый мозг, то есть мы видим только то, что мы знаем. И вот эту небольшую зону ближайшего развития, где мы готовы открыть что-то новое, чего мы не знаем. И это действительно так. То есть понятно, что физиологический глаз человека, живущего в африканских джунглях, там на уровне, я не знаю, но вот тех людей, которых снимает Сережа Истребженский в своих документальных фильмах, Вуду и так далее, они видят в сто раз больше оттенков цвета. И у них в языке есть для этого слова, а у европейца нет. Потому что им в жизни нужно на это ориентироваться. Поэтому то, что мы переходим к визуальным образом от слов, может нам безумно помочь и может быть оно подкосит нашу человеческую цивилизацию. Потому что слово это главное орудие, которое выделило человека из всей остающей другой природы. Там, динозавров нет, мамонтов тоже, они были больше эффективны в свое время. А люди есть, и они говорят. Так вот, мы сегодня перестаем говорить, мы начинаем общаться образами. с другой стороны, образ содержит гораздо больше скрученной информации, которая действует на бессознание. Потому что язык это все-таки больше завязано на логику сознания. Я не знаю, я знаю только, что это происходит на наших глазах, и что меня сегодня интересует не то, кто попадет в галерею, в галерею попадет не тот, кто случайно, или в музей, кто случайно сделал хорошую работу, случайно может сделать и мартышка, и ребенок, и кто угодно. А те, кто все-таки делают концепт, то есть те, кто делают серию, которая хочет нам сказать что-то больше, чем отдельная работа, это, конечно, сознательное построение художественной деятельности. Но то, куда нас приведет общение фотками, я не знаю. Но оно сегодня перед нами происходит. Как известно, жизнь всегда права, за этим надо следить, и надо пытаться как-то понять, как мы с этим живемся. Я, например, с Инстаграма пока еще не сжилась. У меня, вот мы выставку сделали, поэтому у Васи Циротели, кстати, скоро 40 дней нашего замечательного Владика Мамшева-Монро, который ушел, и из жизни, к счастью, ушел радостный, потому что его последний проект «Гамлет», который он переназвал «Полония», как-то у меня странно екнуло сердце. Но для пиара-то «Полония» лучше. Почему-то оно екнуло. Поэтому эта выставка еще немножко открыта, и кто хочет, сходите в музей Московского современного искусства на Ермолаевский переулок. Там есть его последний проект. В этом проекте, я думаю, как-то, в общем, он, наверное, чувствовал, что он уже к нам не вернется с Бали, куда я говорила, не ходи, не ходи, не езди, не езди. И вот еще 10 дней выставка открыта. Вспомнила я об этой зоне, потому что мы там выставку Инстаграма делали со всего молодого фотографа Наташи Лебедева. Я просто посмотрела, у кого по Инстаграму больше всего лайков. И поняла, что у нее 1200 подписчиков, а так в основном там 100-200. И задалась вопросом, что такое Инстаграма. Это же не отдельная фотография. Это кураторский проект самопрезентации человека с очень сложной структурой того, как он его строит. Если он где-то ошибся, он теряет подписчиков. И как это строится, как это молодежь интуитивно ищет. У меня было дико интересно, мы сделали этот проект, мы не ответили ни на один вопрос, мы их сами себе задали. Но это есть. И я думаю, что Вайн будет хуже, потому что там видео. и фотография как свернутый образ, потому что это абсолютная иллюзия, что фотография это статика. Все говорят, кино это движущийся вид искусства, а фотография это статика. Фотография дает возможность человеку представить себе, что было до и представить, что было после. Вообще, когда мы смотрим на то, что нас захватило, как фотографический имидж, мы гораздо больше путешествуем во времени, чем вот этот момент ловим. Я вам поэтому сегодня показывала вот этот импрешн фотографии, но это все-таки не вся фотография. Обычно мы путешествуем. А когда мы смотрим кино, мы живем в ритме авторского монтажа. Мы в этот момент не задаем вопросов, мы гораздо меньше чувствуем. Мы чувствуем историю, но мы не чувствуем изобразительность, мы ее потом возвращаем. То есть вот мы посмотрим, кто выиграет. Видео Вань сегодня набирает или Инстаграма. Это как бы будет что сравнить. Спасибо еще раз. Если нет вопросов, то я предлагаю перейти к неформальному общению. Еще раз хочу поблагодарить кабинет Лаунч за прекрасное место и прекрасное пространство Кэра Пропертис и, конечно же, Ольгу Львовну Свиблову. Спасибо. Спасибо.